Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Волейбольное обозрение и я Евгений Монархович. Сегодня мы присутствуем на одной из первых в 2019 году тренировок с дюшоржем в Чужинополесе, но поговорим о последнем турнире 2018 года. Поездка в Белую Церковь настоящей делегацией специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва Мозорского нефтеопроводающего завода состоялась в самом конце 2018 года. И очень приятно, что завершающий турнир показал силу, класс, перспективу всех команд, которые представляли белорусский и мозорский волейбол, волейбол с дюшоржем в Чужинополесе. Поездка плановая в Белую Церковь. Мы буквально осенью приглашали тоже три команды к нам на такой турнирчик. А у них такой традиционный турнир. Правда, я как-то давно уже был в Белой Церкви. Лет 10 назад, наверное, с командой волейбольной. Поэтому, естественно, у нас связи ежегодные с Белой Церковью. И то, что мы отправили три команды, хотя там, конечно, были некоторые перед Новым годом и трудности, но мы их решили. Транспортные, причине границы и так далее. Ну, и ситуация некоторые переживали на Украине, что такая. Поэтому, ну, вот у них состоялся. Конечно, мне оценку важно давать, когда я сам присутствую, когда вижу. Ну, так или иначе, три первых места – это хорошо, достойно. Новый год начался. И, как всегда, новые цели, новые задачи, новые трудности, которые наша жемчужная полиция все непременно преодолеет. Цели, как обычно, мы ставим высокие с точки зрения того, что стараемся создавать условия обеспечения, подготовки и так далее. Поэтому мы праве требовать от всех отделений, не только от волейбола, результата. Поэтому, конечно, мы уже имеем свой статус и учреждения, и отделения в Республике Беларусь. И, конечно, будем стараться ее поднимать на более высокий уровень, чтобы быть ведущим отделением в Республике Беларусь по девочкам. Ну, конечно, проблемы есть. И самая главная проблема у нас, конечно, это в том плане, что у нас нет таких спортивных залов. Ну, вот Мозырь-Соль более-менее соответствует тренировочному процессу. А, конечно, другие залы города Мозыря не соответствуют по многим критериям, параметрам для организации чем-то тренировочного процесса. У нас даже классы, у них даже нет недельного цикла, они, допустим, не знают, куда они завтра пойдут, какой зал вообще. Потому что ситуация, бывает, команда уезжает, мы на место команды. Поэтому это такая большая проблема, что, ну, словами не передать. Проблема эта, надеемся, решится, причем скоро с открытием Полеси-арены. Ввода в эксплуатацию первого пускового объекта ждет, кажется, весь белорусский волейбол. Но вернемся к турниру на Украине, в котором участвовали команды с дешевым «Чужина Полесия» трех возрастных категорий. Самая юная волейбольная дружина 2006 года рождения под руководством Юлии Константиновны Корнеевой обыграла всех своих соперниц одинаковым счетом 3-0 и, естественно, «Жемчужинке» заняли первое место. А приз лучшего игрока этой возрастной категории получила Анастасия Павлюк. Хотя и Екатерина Христенко-Ротного, Камила Реческая, Анна Ломать, по словам тренера, отлично проявили себя. Наша старшая команда, тренировку которой вы и видите на своих экранах, состязалась в возрастной категории 2002-2003 года рождения под руководством своей бессменной наставницы. Старшего тренера отделения волейбола с дюшер Мозорского нефтепроводящего завода Надежды Васильевны Рудаковской. Ездили к нашим друзьям в Украину, в город Белая Террика. Мы уже с ними давно дружим и приезжаем в гости к ним, а они к нам. Поэтому это здорово, когда дети дружат именно уже не только школами, но еще и государствами. И принимали участие девочки трех возрастных групп. Это девушки 2002-2003 года, 2004-2006 года. Что очень приятно, что наша жемчужина Полесья во всех возрастных категориях заняла первое место. Что-то непосредственно подопечных Надежды Васильевны, то они сыграли следующим образом. Хочется отметить, что мы играли не одной командой, а двумя. То есть мы ездили в составе 14 человек и все 14 играли. То есть было две команды, 7 человек и 7 человек, что дало возможность получить игровую практику, игровой опыт всем игрокам. Что немаловажно, потому что когда идут официальные соревнования, то приходится, в общем-то, ориентироваться на самых сильных лучших, потому что там не то, что нужно играть, но еще и нужен результат. Здесь же мы дали возможность каждой девочке проявить себя. И получилось так, что одна команда у нас заняла первое место, а вторая третье место, что оказались тоже в призах. Команды Белой Церкви, волейболистки Николаева, Бучи соперничали с нашими девочками, и каждая спортивная дружина была достойным оппонентом. Но все же уровень мастерства у «Жемчужинок» был выше, о чем свидетельствуют победы во всех трех возрастных категориях. И третье место второй старшей команды, в которой выделялась Екатерина Ситник, причем не только своими антропометрическими данными. Турнир проходил весьма интересно, мы получили первое место. И этот турнир для меня заполнился тем, что в каждой игре я играла без замены. Это был огромный опыт, огромнейший опыт я получила благодаря этим играм. И разработала какие-то навыки. Говоря о турнирной победе, Катя имела в виду общую победу своей команды. И отметим, что все четыре игры Ситник провела без замен. Чрезвычайно насыщенный и вместе с тем исключительно полезный в плане тренинга график. Конечно, это очень тяжело играть без замен, но благодаря поддержке девочек, благодаря поддержке тренера, новые силы появляются, и очень становится легко и весело даже. Выделялась хорошей игрой во второй старшей команде «Жемчужная Полесья» и Ангелина Шевко, поделившаяся с нами своими впечатлениями о турнире «Белой Церкви». Мы играли двумя командами, «Мозер-1» и «Мозер-2». Мы заняли первое и третье место. Нас очень хорошо обслужили. Турнир был очень классный. Ну, конечно же, виден был уровень. Мы играли намного сильнее, опытнее. Но они нас почти догоняли и тоже молодцы. Большую нагрузку в обороне выдержала либера второй команды Анастасия Бездорогова, достойно защитившая с помощью своих подруг спортивную часть «Дюшор» Мозерского нефтепроватывающего завода «Жемчужная Полесья». Команду «Дюшор» и «Жемчужная Полесья» знают во всей стране, уважают и даже немного боятся. Наверняка не только в Беларуси волейболистки «Дюшор» «Жемчужная Полесья» широко известны. А уж в «Белой Церкви» наших девчат точно опасаются. Ведь каждый новый турнир проходит триумфально для мозерских команд, которые год из года радуют своих болельщиков яркими победами, а поклонников волейбола Украины неповторимой самопытной игрой. Отметив еще одну волейболистку второй команды, пасующую Валерию Кулас, мы скажем, что абсолютными чемпионками турнира «Белой Церкви» смело можно признать первую старшую команду, которая заняла в своей возрастной категории первое место, обогатившись опытом международных встреч и замечательно потренировавшаяся в рамках этого интересного и очень насыщенного для «Жемчужных» турнира. Турнир был очень хороший, соперник был тоже очень достойный, нам очень понравилось. Самое главное, что в этом турнире мы играли все, и все играли очень много. У нас было много игровой практики, может где-то в соревнованиях не всегда получалось всем поиграть, но этот турнир был очень хороший, мы все наигрались, очень довольны, и соперник очень хороший. Игрой, тонкими передачами, лидерскими качествами буквально гнала команду к победе ее капитан. Маргарита Захаренко, выступавшая в «Амплаз» везучего игрока. И, кстати, не жалеет ли наша героиня, что именно она в этой роли выходит на площадку? Быть может, ей хотелось бы больше атаковать или, предположим, обороняться? Нет, мне очень нравится играть в «Амплаз» в «Связке», я играю всегда. Мне это нравится, мне не надоедает, и не хотелось бы влезть на «Амплаз». На Украине были команды интересные, смотреть можно было, как они играют. И наш уровень достоин, что мы взяли первое место. Еще одна волейболистка, играющая в ключевом для команды «Амплаз» Либера, порадовала как своего тренера, так и поклонников с дюшоржем «Чужнополесия», которые внимательно следили за новостями из Украины и радовались каждой победе своих родных и любимых «Жемчужников». Турнир, на самом деле, для нас прошел хорошо. Там было много игр, достойных игр, и мы набрались игровой флор-ракции. Что ждет эта талантливая, очень трудолюбивая, самоотверженная волейболистка от наступившего 2019 года? Конечно, мы в 2019 году продолжим играть в чемпионат Беларуси и хотим попасть хотя бы в тройку призеров. Чемпионат Беларуси для этой команды, выступающей в высшей лиге группы «Б», продолжится в феврале. И там уже мы увидим Арабинович, который не участвовал в состязании на Украине, но зато в матчах республиканского оперинства зрители увидят во всей красе эту одну из ярчайших «Жемчужинок» 2018 года. В 2018 году было много побед, но также были поражения. На 2019 год мы ставим высокие цели, задачи достигать только первых мест. Ну и нам осталось рассказать про выступление средней, так сказать, команды с дешевым «Жемчужной полесье». Валейболиста 2004 года рождения. И мы это сделаем с наставницей этой славной команды Галиной Константинной Корниевной. Мы сыграли пять игр, четыре игры в рамках турнира и одну сыграли в матчевую встречу. Самая сложная для нас была игра это с местной командой «Белой церкви», но мы ее обыграли в три-два, а остальные игры все сыграли в три-ноль. Понимая, что команда сильна своим единством, все же спросим у Галины Константиновны о лучших игроках, волейболистках, проявивших себя в «Белой церкви», особенно я. Ну, хотелось бы, наверное, ответить Алину Жаблокову, моя связка, струнка моей команды. Впереди новые турниры и, надеемся, новые победы. А первые матчи 2019 года у команды специального спортивного девятого Г-класса средний школ номер девять не заставит себя долго ждать. Уже в конце января у нас третий тур детской лиги в городе Гродно. Осталось два тура и потом финальные игры. Напомним, что подопечная Галина Константиновна выступает в детской и юношеской волейбольной лиге «Мяч над сеткой» по 2003 году рождения, как и другие команды с дюшержем «Чужнополеси», традиционно состязающиеся в этом турнире с соперницами старшей возрастной категории. И обратим внимание на чемпионат Беларуси высшей лиги группы «А», которая возобновится на этой неделе. В девятом предпоследнем туре стартового этапа республиканского тренинства «Мячанка-2» примет командор «Гор-2002». Брестская прибужья отправится в Могилев в гости к финалисту недавнего Кубка Беларуси Могилевскому коммунальнику МГУ. А наша «Жемчужная Полесья» в Гродно проведет свои матчи с тамошним коммунальником «Горгу». Игры пройдут в субботу и воскресенье 12-13 января. И как видно из турнира на таблице нашей «Жемчужной Полесья» в Гродно достаточно единожды победить, чтобы обеспечить себе первое место на начальном этапе чемпионата. Это позволит на дальнейшей стадии получить соперники по трю, четвертую и пятую команды чемпионата. Другую тройку составит вторая, третья и шестая команды. Впрочем, подробнее о системе розыгрыша второй этапа чемпионата Республики Беларусь по волейболу среди женских команд высшей лиги группы «А» мы поговорим в свое время. Пока же еще раз поздравим варьболистов с «Дюшор Жемчужной Полесья» с блестящей победой в Белой Церкви и пожелаем дальнейших успехов нашим «Жемчужинкам» воспитанницам спортивной школы первичной профсоюзной организации открытого акционерного общества Мозорский нефтеперабатывающий завод. Ну что ж, дорогие друзья, надеемся на успешность для «Дюшор Жемчужной Полесья» 2019 год. Ну и в следующей передаче вы увидите первый тур 2019 года в исполнении команды «Профессиональные». в Гродно, где «Жемчужная Полесья» будет встречаться с коммунальником Горгу. А на сегодня это все. С вами было волейбольное обозрение Евгений Монархович и Вячеслав Пересыпкин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова